Растопи лед добрыми делами. С таким лозунгом началось утро у тех, кто участвует в акции марафон донорства. Значительные кровопотери опасны для жизни, и в этом случае требуется скорейшее переливание. Тогда на помощь приходит донор, доброволец, отдающий часть своей крови для спасения другого человека. Слово «донор» так и переводится с латинского «даритель». Краевая станция переливания крови вместе с беговым клубом RunDNC Run запустили социальную программу, в ходе которой любой желающий может стать не только донором крови, но и участником ледового полумарафона. Стать донором несложно. Для начала тест на сайте краевой станции переливания крови. Если все успешно, в период с 25 по 29 декабря с 8.30 до 12 можно прийти с паспортом по адресу город Владивосток, улица Октябрьская, дом 6, и сообщить, что вы участник социальной программы ледового полумарафона. Далее следовать инструкциям врачей станции. Посредством нашего мероприятия мы хотим осветить этот момент, что это несложная процедура, это просто, долгое время не занимает, но приносит большой вклад в социальную значимость. И в награду мы выделяем сертификат на участие в ледовом полумарафоне 24 февраля. Международный полумарафон стартует 24 февраля 2018 года. Призовой фонд 300 тысяч рублей, дистанции 5, 10 и 21 километр. Ледовый полумарафон – это шанс пробежать по замерзшему морю и бросить вызов своим возможностям. Уже традиционно местом проведения забега станет бухта Новик в акватории Японского моря у берегов Русского острова. Тысяча бегунов соберется в феврале 2018 года для участия в забеге на краю земли. Первый забег состоялся в октябре 2016 года. В нем принимали участие представители Индонезии, Филиппин, Франции, США, Японии, Индии и Южной Кореи. В Приморье практически ежемесячно проводятся различные донорские акции. Они направлены на популяризацию добровольного донорства крови и ее компонентов, привлечение внимания к проблеме нехватки донорской крови. Интерес большой. Вот я сейчас, когда шла сюда, я уточнила в регистратуре. То есть были люди, которые участники полумарафона, которые готовятся к этому забегу и пришли сдать кровь. А есть люди, которые просто пришли сдать кровь, узнали о проведении этой акции, ну и тоже решили записаться. В первый день акции желающих было много. Кто-то решил просто сделать доброе дело, отдав часть своей крови. Кто-то решил открыть для себя что-то новое. На самом деле хочется испытать себя в части. Предложили в принципе. Почему отказаться? Первый раз. Бежать, да, буду. Первый раз. Подготовиться к марафону и как бы это тоже немаловажный процесс. Сберечь свое здоровье и удостовериться в себе. Потребность в донорской крови высока. Медицинские заведения нуждаются в ней каждый день. И акция «Марафон донорства» дает возможность многим жителям Владивостока почувствовать себя не только дарителям, но и войти в мир спорта. В этом случае такого необычного, как ледовый полумарафон. Акция продлится до 29 декабря. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебны. Новости на Восьмом.